У Мэг и ее родителей сегодня радостный день. Они сделали веселую переделку комнаты. Каждый член семьи добавил в интерьер что-то от себя. После такого преображения даже бабушка помолодела. Миссис Фостер сегодня в ударе. Да! Круто! Горки-ведерки. Ничего себе. Бабушка, ты супер! Вся семья в восторге. Ну давай посмотрим, с чего все началось. Они должны быть вместе. Я этого не переживу. Вот так. Русы, Мэг опять смотрит это шоу. Мэг, я бросаю тебя. Нет! Что такое? Ай, ешки-лепешки. Ой, о нет. Ай, ух, мамочки, горячо. Помогите! Воу! Ух, ай! Моя голова! Что это было? Ты что натворил? Моя любимая ваза! Он разбил ее в дребезги. Ну да, обо мне не беспокойся. Посмотри на это. Я привезла ее из Парижа. Эй, посмотри на это. Я из-за вас тебе палец отбил. Это все ваше глупое шоу. Если бы вы меня не отвлекали, все было бы нормально. Все было бы нормально. Только не это. Надо срочно что-то делать. О, бабушка! Ох, мои суставы. Мэгги, дай-ка я тебя обниму, внученька. Бабуля пришла! А? Мама? Так, наш разговор еще не окончен. Прекрасно. Как хорошо, что ты приехала. Я так рада тебя видеть. Я тоже рада. Мама, привет. Здравствуй, доченька. Мы так за тобой соскучились. Привет, Фрэнк. А почему тут такой бардак? Ну? К этому привела цепочка нелепых случайностей. И к этому тоже. А ты сам виноват. Я вообще-то для тебя полку прибивал. Да? А вазу ты тоже для меня разбил? Эй, ну сколько можно? Тихо! Не волнуйтесь, мои дорогие. Предоставьте это дело мне. Класс. Начнем? Да, давайте. Ну ладно, почему нет? Переделка комнаты началась. У папы уже появилась интересная идея. Эй, Мэг, смотри, что я нашел. Поехали. Пап, тебе пора повзрослеть. Я придумал, как сделать из этого крутой столик. Смотри, ничего сложного. Откручиваем сиденье. Она нам больше не понадобится. Сейчас вернусь. Ох, опять он что-то задумал. Посторонись, я еду. Да. Ох, уже те взрослые. Вот так. По-моему, подходит идеально. Хоба. Что скажешь. Прикольно, да? Получился отличный журнальный столик. Все равно мы этим стулом не пользовались. Вау, клё. Эй, пап, у меня появилась идея. Давай его разукрасим. Раскрути его хорошенько. Вот так. Добавим побольше красок. Прощай, скучный белый цвет. Всегда хотела что-то такое сделать. Класс. Добавлю еще немного. Это будет шедевр. Хм. А у Мэг настоящий талант. Дизайнера растет. И последний штрих. Теперь за этим столом можно смело есть что-нибудь вкусненькое. На нем все равно никакие пятна не будет видно. Мне нравится. Спасибо, солнце. Поставлю его рядом с диваном. Посмотрите, что мы с Мэг сделали. Оу, интересно. Вот, вроде бы ровно. Хм. Хм. Что за яркое пятно посреди комнаты? А самое крутое, что он еще и крутится. Смотри. Ух ты. Неожиданно. И не нужно тянуться. Просто повернул и взял то, что тебе нужно. Что скажете, миссис Фостер? Очень пестрый. Это современный стиль. Многим нравится. Тихо. Мое любимое шоу начинается. Ого. Неужели она его не простит? Как они это смотрят? Мда. Ладно. Я, пожалуй, пойду. Роуз, я запуталась. Это кто? Это Майк. Он в нее влюблен. Аккуратно. Супер. Думаю, этого будет достаточно. Вау. Мне нравится наша новая стена. Люблю смотреть на звезды. Слушай, мы можем сделать комнату еще более уютной. Нужно только найти подходящий источник света. Да, должно сработать. Секундочку. Вот так. То, что надо. Идеально подходит. Эй, Мэгги, посмотри. Что это? Как-то простовато выглядит, если честно. Лампа светит, как обычно. Мэг, нужно просто выключить свет. Вуаля. Вот. Теперь мы действительно можем полюбоваться звездами. Супер. Как будто на улице. Да, атмосферно. Эй, у меня есть попкорн. Угощайся. О, теперь это идеальный вечер. Кстати, смотри. Вон большая медведица. Мэг даже не подозревала, что переделка комнаты окажется настолько веселым занятием. И это еще не конец. А? Что такое? Хм. Ой, кажется, я пропустила новую серию. Казалось, что следующий день будет идеальным. Но одна неприятная мелочь резко испортила папе настроение. Хм. Что за... Мэг. Опять девочки брали мою расческу. Эм. Ну вот, сломал. Прекрасно. О, что тут происходит? Подойдите сюда. Зачем? Ладно. Сейчас я покажу, почему вы не убираете свои волосы. Что они делают в моей расческе? Или, например, в моем халате? Ну, немножко упала с головы. Что такого? Это не похоже на случайность. Они уже везде. Вот, даже в лапше куча волос. Посмотрите на это. Мне это надоело. Уберите за собой. Эй, давай его проучим. Он больше не посмеет нас упрекать. Фи, какая гадость. Так, а что у нас тут? Ох. Ладно, оно того стоит. И как они там оказались? Кошмар. Я нашла еще расческу. И много волос тоже. Похоже, мама придумала что-то очень коварное. Папа еще не знает, что у него серьезные проблемы. Не стоило ему так кричать на девочек. Думаю, этого хватит. Переходим ко второму этапу. Именно. Сейчас, сейчас. Вот, готово. Что думаешь? Ну, не знаю. Выглядит ужасно. Может, что-то с ними сделаем? Ты права. Тут нужна укладка. Дай фен, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Теперь расческу. Так уже гораздо лучше. И еще лак для волос. Кажется, нашла. Держи. Ага, то, что нужно. Брызну побольше. Вот так. А что? По-моему, получилось очень даже миленько. Папа точно оценит нашу уборку. О нет, опять они проиграли. Ну, что это за команда? Эх, эм, что-то не то. Это что такое вообще? Роуз! А тем временем бабушка пытается придумать подарок, который понравился бы всем в доме. Это оказалось непростой задачей. Эй, внученька, а чего ты хочешь больше всего? Ой, я бы хотела иметь собственную горку, чтобы кататься в любое время. Хорошо. Роуз, а что тебе нужно? Не знаю. Может, какая-нибудь мягкая и объемная мебель? Что-то такое. Ага, интересно. Горка, мягкая. Эй, Фрэнк. Что такое? А что ты хочешь? Я хочу туалетную бумагу. Чтобы такое придумать. А может быть. Да, отличная идея. Ноги, мои ноги. На что не пойдешь ради любимой семьи? Эх, почти готово. Еще чуть-чуть. Ну же, давай. Фух, идеально. Мягкая горка из туалетной бумаги. Это же горка! Как я хотела! Спасибо, бабуль! Вау, такая мягкая и объемная. Да, мама. Ты нас здорово удивила. Я в восторге. А вот что у меня есть. Наш семейный портрет. Поставлю на полочку. Красота. Хм, мама, куда папа пропал? Ой, да он обиженный сидит в туалете. А-а-а. Эх, волосы. Вы такие красивые. Никому мы с вами не нужны. Обидно. А может, сделаем ему сюрприз? Не хочу. Ну почему? Роса, она права. Помирись с мужем. Ну ладно. Я согласна. Так-то лучше. Давайте нарисуем папин портрет и повесим его здесь. Он будет в восторге. Приступим. Я нашла кисточки. А я какую-то краску. Должна подойти. Отлично. О, мамуль, ты принесла рамку? Я буду вам позировать. А что? Это хорошая идея. В профиль похоже на папу. Попробуем? Да, давайте. И повесим над папиным любимым креслом. Точно. Как известно, нет лучше подарка, чем тот, который сделан с любовью. А папе достанется именно такой. Неужели теперь между родителями Мэг наступит долгожданный мир? Этот прекрасный портрет просто обязан растопить папе на сердце. Замаскируем сюрприз. Прекрасно. Пора позвать нашего любимого мужчину. Я сейчас его приведу. Ты молодец, Роуз. Тук-тук. Папа, мы с мамой хотим тебе кое-что показать. Так, немного левее. Работает. Отлично. Давай, так его. Обходи сбоку. Эй, ну выходи. Мы подготовили для тебя приятный сюрприз. Тебе понравится. Встывай. А, какой еще сюрприз? Мне уже одного вашего сюрприза хватило. Больше не надо. Ну не обижайся. В этот раз все по-честному. Да. Ох, ну ладно, ладно. Уговорила. Спасибо, ты не пожалеешь. Уже нельзя спокойно рейслинг посмотреть. А вот и папа идет. И это ваш сюрприз? Решили опять надо мной посмеяться? Да нет же. Вот, на стене. Та-дам. Секунду. Мы нарисовали твой портрет. Как тебе? Нравится? Что? Лучшему папе в мире? Ничего себе. Какая крутая картина. Вы правда считаете меня лучшим? Ну конечно, Фрэнк. Мы все тебя очень любим. Ох, даже не знаю, что сказать. Спасибо. Я тоже вас безумно люблю. Какая получилась удачная переделка комнаты. Что там новенького в инстаграме? Круто. Кажется, Мэк и Джет решили построить себе секретные комнаты. Кто же справится с этим лучше? А вот и пространство для творчества. Есть где разгуляться. У меня есть отличная идея. Подушка с секретом всегда выручит. Вот как богачи решают проблемы. Фокус, фокус. Вау, это какая-то магия. Отлично. Нужно просто все соединить. Ух. Может поможешь мне? Помочь? Ты же хотела сделать все сама. Ну пожалуйста. А ведь у меня даже нет денег на стройматериалы. Ладно, сейчас помогу. У бедного Джета большое сердце. Вот только богач Камэк часто пользуется его добротой. Ну что, я заработал немного деньжат. Ты что-то напутал. А хотя, знаешь, у меня есть кое-что для тебя. Ого, теперь я богатый. Секундочку. Забыла выложить отсюда все лишнее. Держи. Очень стильный и удобный чемодан. Ну вот. Пользуйся. А мне надо позвонить дизайнеру. Алло. Поможешь украсить секретную комнату? Жду. Подумаешь. Ой, я так рада тебя видеть. Привет. Мне нужно пару советов по дизайну. Конечно, конечно. Давай поднимемся наверх. Эх, что бы мне такого сделать? Эй, а это еще что такое? Какая наглость. Тут недостаточно света. Точно. Еще я бы повесила штору. Думаешь? Да-да. И нужно задекорировать стены. Добавь больше красок. Спасибо, Джейн. Ты настоящий профессионал. Пока-пока. Ах, хорошо быть богатой. Моя секретная комната соберет миллион лайков. А что, если я украшу комнату деньгами? Почему нет? Готова поспорить. Так еще никто не делал. Какая красота. Моя кровать должна быть максимально роскошной. Остатки купюр мне вряд ли пригодятся. Что-то так пить захотелось. Обожаю газировку. Отлично. Ну что ж, продолжим превращение скучной стены в произведение искусства. Иногда я сама удивляюсь своей гениальности. Хм, в прогнозе погоды ничего не говорили о денежном дожде. Интересно. Ой, тут еще и разные узоры. У меня возникла идея. Я ведь могу покрасить стену с помощью этих банкнот. Всего несколько движений валиком, и моя тайная комната станет в сто раз уютнее. Та-дам! А тем временем Мэг продолжает снабжать Джетта стройматериалами. Она даже не подозревает, сколько всего полезного выбрасывает. Я сделаю из этих бутылок гантели. Нужно всегда держать себя в форме. В отличие от Мэг, Джетту не нужны деньги, чтобы обустроить секретную комнату. У него в арсенале есть отличное воображение. Поэтому даже кучу хлама он может превратить во что-то крутое. Крафтовые гантели почти готовы. Осталось только добавить груз и все соединить. Вот так. И никакой спортзал не нужен. Самое время подкачаться. Раз. Два. Ох, я переоценил свои силы. Что ты делаешь? Мда, у меня есть идейка получше. Зачем нужны гантели, когда есть халаху? С ним тренироваться гораздо веселее, чем просто поднимать какие-то тяжелые штуки. Да она просто мне завидует. Еще немного. Так, его еще вроде на руке можно крутить. Сейчас попробую. Воу. Поберегись. А, ух ты. И я ведь это можно использовать. Блеск. Ничего себе, я тоже так хочу. А ну-ка. О, нет. Кто это сделал? Джет, ты разбил машину. Извини, я просто хотел сделать фокус, как Мэг. Слушай, Гудини, папа взорвется от ярости, когда это увидит. Быстро почини все, иначе нам крышка. Фокусник. Эй, Мэг, а что тут происходит? Приветик. Твой брак пытался построить секретную комнату. Секретную комнату? Круто. Мне братец такой невезучий. Вечно попадает в какие-то передряги. Может, я смогу тут что-то улучшить? О, чемодан. Хотя бы есть на чем сидеть. Да уж, выглядит как-то пустовато. Нужно ее как-нибудь украсить для начала. Так, что тут у меня есть? Ложки. Что я из них сделаю? Ой, сломалась. Секундочку, я кое-что придумала. Если склеить вместе много таких пластмассок, то получится прикольный светильник. Такой ни в одном магазине не купишь. Сделаю его в виде ананаса. У меня как раз детали для листьев уже есть. Да, то, что нужно. Пласс. Осталось только найти лампочку. Может, тут где-то есть лишнее? Вот, это отлично подойдет. Думаю, никто даже не заметит, что я ее позаимствовала. Момент истины. Ура! Он будет отлично смотреться тут в углу. Мне нравится. Я бы еще что-нибудь сделала с чемоданом. А может, там внутри что-то есть? Хм, вот облом. Тогда я просто его покрашу. Пора тебя омолодить, старичок. Прощай, скучный коричневый цвет. Совсем другое дело. Выглядит просто потрясно. Теперь это будет не чемоданность. Стильное и удобное кресло. Майк точно умрет от зависти, когда увидит эту красоту. Сейчас протестируем мое творение. Так, кажется, тут не хватает стола. Эх, почему все так сложно? А вот и решение проблемы. Упс. Ну ничего, Мия уже придумала, как спасти ситуацию. Несколько шурупов плюс щепотка креатива. И вот под кроватью уже есть удобный и прочный столик. Похоже, теперь битва секретных комнат складывается не в пользу богачки Мэг. Согласись, у Мии отлично получается создавать уютную атмосферу. Ее изобретательность просто не знает границ. Но состязание еще не закончено. Давай посмотрим, чем еще нас удивят девочки. Чуть не забыла. У меня ведь еще тут есть дартс. Джет его точно оценит. Пора проверить свою меткость. Прямо в яблочко. Круто. Хотя, наверное, стоило нарисовать мишень посложнее. Ладно, что-то я немного устала. Прилягу ненадолго. Как бы получше лечь. Мда, не очень удобно. Что же делать? А вот у Мэг совсем другие заботы. Она хочет добавить в свои кровати побольше яркого декора. Это именно то, что мне нужно. Сейчас я сделаю себе собственную радугу. Великолепно. Я как будто на облаке. Ой, сколько мусора. Эй, что ты делаешь? Хватит. Мэг, забери отсюда свои обрезки. Или я сейчас... Эврика. Может быть, Мэгке не нужны эти остатки акванудла. Зато я могу с их помощью сделать свою кровать гораздо мягче. Достаточно просто немного их модифицировать и склеить. К тому же они клево выглядят. Это просто бомбезно. Наконец-то я высплюсь. Увидимся утром. Мне так нравится эта кровать. Теперь можно и перекусить. У меня как раз есть пачка чипсов с приколами. Святые алмазы. Хотя не так уже плохо. Ммм, вкуснятина. Идея. Мия, твое время пришло. Духи зовут тебя. Тебе нравится мой новый маникюр? Ты бы видела свое лицо. Шикарно. Нужно сделать себе такой же и на второй руке. Ой, а это еще что? У-у-у, круто. Заполню кровать шариками. Больше, больше. Я хочу сделать целый бассейн. Надо почаще покупать такие чипсы. Вот так. Теперь я могу полноценно расслабиться. У-ху. Как прикольно. Привет, подруга. Как дела? Вау, какая красота. И бассейн с шариками. Ой, и правда. Сейчас я все исправлю. Ага, хорошо. Извини за неудобство. Не беспокойся, я легко решу эту проблему. Можно просто перевернуть кровать. Вау, Мэк и Джейн явно в восторге от такого зрелища. А вот Мия, похоже, не очень. Фу. Что вы наделали? Моя тайная комната разрушена. Кто теперь будет убирать все эти шарики? Посмотрите, что стало с моим шикарным столиком. А что там? Ой, какой кошмар. Мэк, что нам делать? Может, как-то поможем Мии? Да, давай. Мия, извини, пожалуйста. Давай мы с Джейн сейчас все исправим. Я могу сделать тебе красивую розовую комнатку. Я уже такую делала. Тебе понравится? Она будет роскошной. Поверь моему богатому опыту. И мы должны жить здесь. Да уж. Эй, а когда ты успела переодеться? Я вся в розовом, а ты вся в черном. О, мне нравится этот стиль. Мы отвлеклись от нашей главной задачи. Точно, надо заняться этой комнатой. Прошлым жильцам известно слово уборка. Сандра! Что случилось? Какой милый малыш. Клево, у нас теперь есть питомец. Я вызову дезинсекторов. Эй, не говори такое при спайке. Давай лучше наведем здесь порядок, чтобы больше нас ничего не пугало. Комната тоже нуждается в магии преображения. Но в отличие от простой смены нарядов, это займет намного больше времени. Эй, чем вы тут заняты? Ладно, зайду попозже. Фух, я даже вспотела. Но первый этап пройден. Да, теперь комната выглядит не так плохо. И будет еще лучше, когда она станет розовой. О чем ты? Мы так не договаривались. Поговаривались. Нет, никакой розовой нежнятины. Вот что здесь нужно. Это? Упс, не то. Вот что я имела в виду. Total Black. Мрачно и со вкусом. Размечталась. Комната будет розовой. Нет, черной. Ах так? Тогда с этого момента каждая будет сама по себе. Поняла? Как ты могла. А знаешь что? Ты права. Теперь мы соперницы. Поэтому комнату надо разделить. Отныне нарушать границу строго запрещено. Тебе не кажется, что сигнальная лента это уже слишком? Нет. У меня будет роскошный дизайн комнаты. А у меня еще лучше. О, какой очаровательный розовенький комбинезон. Мне точно понадобится рабочая одежда, когда я пойду красить стены. Вот ошили специально для меня. Сандра, ты же не собираешься работать в этом? За меня не беспокойся, Барби. О, видишь? Меня тоже не обделили стильным рабочим аутфитом. Секунду, переоденусь. И сидит он на мне не хуже, поняла? Сандра, если у тебя закончится краска, обращайся. Фух. Наивная. Не бывать этому. Тем более у меня своей предостаточно. Ну и ладно. Рада за тебя. О, сердечки. Я знаю, как их правильно использовать. Смотри и учись. Это она хитро придумала. Но я не собираюсь отставать. Тем более я сделала так много звездочек. Да уж, она прирожденная, софтгерл. Хорошо, что мне попался черный цвет. Туда-сюда. Это работа немного монотонна. Но что поделать, покраску надо закончить. Еще один слой не помешает. Чем насыщеннее, тем лучше. А у тебя как успехи? Отлично, как видишь. Так, мне надо поторопиться. Похоже, девочки решительно настроены победить. И ни одна из них не собирается отступать. Почему ты так смотришь на меня? А сама-то? Какая же она все-таки выскочка. Я не должна проиграть какой-то любительнице хардкора. Последние штрихи и готово. Даже краска как раз к этому моменту закончилась. Приготовься увидеть настоящую магию. Ну и что? Посмотрим, как ты сейчас заговоришь. Неплохо. Но этим меня удивить. Ведь в моей части комнаты теперь есть настоящее звездное небо. Так что кто кому еще будет завидовать? Это только начало. Я еще успею ее проучить. Ну что, теперь будем соревноваться, кто вырежет больше декора? У меня как раз оказалось предостаточно фатина. Мда, идейка была так себе. Этот материал как раз легко режется. Не сдавайся, Сандра. Ух, да мои летучие мышки оказались круче, чем у самого Бэтбоя. Мне все равно Супергай больше нравится. Здесь такой декор будет хорошо смотреться. Хм, готовься увидеть настоящее зрелище. Неужели Сандра обучалась у самих ниндзя? Какая красота. Каждая часть моего уголка будет уникальной. А ты что скажешь? Хм, кое-чего не хватает. Точно, кровати. Фух, ничего страшного не случится, если отдохну пару минут. Ого, когда она успела раздобыть этот плед? Теперь сладкие сны мне гарантированы. Моя кровать будет выглядеть не хуже. Судя по твоему выражению лица, я неплохо справилась. Да она издевается. Я не собираюсь отступать. Ой, неожиданное преображение. Так, что же мне сделать с оставшимся фатином? Украшу им ножки кровати. Сандра может позавидовать моей находчивости. Добавлю-ка еще парочку милых элементов декора. Похоже, Сандра все-таки вдохновилась идеями своей соседки. Ох, и почему я сразу не додумалась украсить низ кровати? Эй, не мешай мне. Это ты мне мешаешь. У меня еще столько идей. Эй, что ты делаешь на моей кровати? Отдыхаю, попиваю газировку. Но это моя кровать. Здесь же не подписано, что она твоя. Возвращайся в свое мрачное царство, бесстыжая. Придется позаботиться о том, чтобы у нее больше не было повода заходить на мою половину. О, готово. Что? Раз мы с ней соседки, то мне тоже нужно нечто подобное, чтобы она не разгуливала по моей части комнаты. Моя буква лучше твоей. Да как ты посмела. Ну ничего, зато в моем арсенале есть глиттер. Теперь твоя эс выглядит как дешевка. О, как жаль. Но придется тебя расстроить. Какая красота. Теперь сразу понятно, что это мое место. Спасибо за отличную идею. Пора отвлечься от ремонта и насладиться плодами наших работ. Знаешь, моя половинка все равно выглядит красивее. Обманывай себя дальше. Прикроватный столик тоже стал жертвой разделения. И куда же без стилизованных ловцов снов. Я эту картину сама рисовала. Нашла чем хвастаться. Я вообще-то тоже своего рода художник. Я так много трудилась сегодня. Мне стоит освежить макияж. От недостатка косметики я не страдаю. Но делать это на кровати, да еще и с маленьким зеркальцем, как-то не очень удобно. Знаю, мне не помешала бы бьюти-зона. Прости, пледик, но нашла для тебя другое применение. Вот, совсем другое дело. Место, где я смогу спокойно творить красоту. Ах, пора вздремнуть. Хм, эта зефирка натолкнула меня на одну очень интересную мысль. Отныне здесь будет моя тату-зона. Привет, проходите. Здравствуй, я пришла бить татуировку. А куда мне сесть? Посмотрите наверх. А? Что? Ого, настоящая качеля. Такого в общежитии я еще не видела. Хм, что ж, начнем сеанс. Дайте мне свою руку. Ай, знаешь, это не очень-то удобно. А, очень мне больно. Не дергайтесь, пожалуйста. Когда прекратится эта боль? Уже. Мы закончили. Почему татуировка такая кривая? Люди же меня засмеют. Вы ведь все время дергались. Татуировка просто отвратительна. А заплатить? О, в моей голове созрел план. Что насчет безобидного пранка? Щепотно. Ну, хоть она не дергается. Ай, Сандра, убери от меня своего паука. Почти закончила. Вольно. А-а-а. Что ты наделала? Это всего лишь маркер. Это вовсе не смешно. Бе-бе-бе. Очень даже смешно. Лучше бы она уже котенка какого-то нарисовала. Или бабочку. Ладно. Наконец-то релакс. Здесь я хотя бы могу уединиться и насладиться ванной из вкусняшек. Ах, мне этого так не хватало. Надо бы стерить эту странную татуировку. Вот. Так-то лучше. Эй, что ты здесь делаешь? Пришла насладиться ванной. Надеюсь, ты не против? Эй, я хотела побыть одна. А я хочу принять ванну из газировки. Фу, твоя часть ванны выглядит ужасно. Она обязательно тоже должна быть черной? Конечно. Ты просто не понимаешь всей прелести этого цвета. Я еще кое-что приготовила. Печенье из черного шоколада. Сандра очень серьезно восприняла этот конкурс. Для нее нет никаких преград. Мне нравится. Выглядит очень аппетитно. Надо это попробовать. Святые кексики. Ох, это было вкусно. Ой, забираю свои слова назад. Неужели? Это была плохая идея. Мне срочно надо в туалет. Наконец-то я снова одна. А то с ней не минуты покоя. Что случилось с туалетом? Почему он весь розовый и плюшевый? Ох, у меня нет выбора. Мне придется это сделать. Давай, Сандра, ты можешь. Это ужасно. Мак! Девочки, я пришла оценивать вашу комнату. Ого, я точно не ошиблась дверью. Это место просто не узнать. О, точно, сегодня же финал конкурса. Что ж, я хотела бы кое-что для себя отметить. Позвольте мне показать вам мою часть комнаты. Нет, начните с моей. Все, хватит, это уже слишком. Я ухожу. Мы что, вы были из конкурса? Не знаю. Слушай, может помиримся? Давай, я тоже хотела это предложить. Зря мы ссорились из-за каких-то пустяков. О, привитик. А чья часть комнаты тебе больше понравилась? Розовая? Или черная? Нам интересно узнать твое мнение. Кстати, помнишь, какую Сандра делала мне татуировку? Напиши в комментариях, что там было нарисовано. До встречи.